Накануне совершалась память 14 тысяч младенцев-мучеников от Ирода в Вифлееме избиенных. Это страшная цифра, не просто свидетельство исторической граммы, разыгравшейся в святые рождественские дни более двух тысяч лет назад. Ведь и сегодня тысячи жизней еще не родившихся детей обрывает такая, ставшая привычной и оправдываемой нашим обществом, операция, как прерывание беременности. 22 тысячи абортов делается каждые сутки в России. Чтобы бороться с печальной статистикой, сотрудники православного медико-просветительского центра «Жизнь» вышли к Казанскому собору Санкт-Петербурга с листовками и плакатами, рассказывающими о грехе аборта. «Поставь свечу!» – гласил плакат у Казанского собора в день памяти святых мучеников, младенцев и флиемских. И люди зажигали свечи, обращались к Богу с просьбой сохранить чью-то жизнь, помочь женщине не совершить тяжкий грех и стать матерью. Наша задача – вернуть в общество вот это создание того, что убивать детей в утробе – неприемлемая вещь. К сожалению, нас не очень много. К сожалению, очень много тех, кто уже не считает это преступлением. Грехом, конечно, верующие считают. Но вот сломать это абортивное сознание – вот это основная задача. В средние века в России за аборт женщине грозила смертная казнь или каторжные работы. А в 1920 году Россия стала первым государством в мире, легализовавшим аборт по просьбе. Сегодня страшный грех детоубийства – официально разрешенное проявление свободы выбора. Только женщины, сделавшие аборт, потом приходят в храм и плачут о своем грехе. А некоторые из них помогают другим не совершить этой страшной ошибки. Частые ситуации, когда я как психолог помогаю, когда девушка беременеет. К сожалению, это часто происходит в наше время вне брака. И вот эти начинаются испытания. Молодой человек боится. Какие-то ссоры начинаются, что бы не готовы. И она начинает сомневаться. А может быть, не нужно рожать. А может быть, у нее нет таких сил стать матерью. И если она здесь оказывается, мы ей помогаем. В прошедшем году православный медико-просветительский центр «Жизнь» помог родиться 52-м ребятишкам. И, может быть, зажженная сегодня свеча, чье-то малое моление, поможет кому-то завтра появиться на свет. Самая высокая награда и для нас, кто работает в центре жизни, и для тех, кто помогает нам, и для самих мам – это счастливые глаза матери и ребенка, которым мы сохранили жизнь. Продолжение следует...